Онкология. Сегодня смертность от этой болезни вышла на второе место после сердечно-сосудистых заболеваний. В зоне риска каждый из нас, поэтому особенно важно знать, как обезопасить себя от этой болезни. Темой сегодняшнего разговора будут урологические заболевания и новые методы их лечения. А говорить об этом мы будем с урологом-онкологом Республиканского онкологического диспансера имени Бутова Родионом Игоревичем Рябининым. Родион Игоревич, Вы окончили Санкт-Петербургский государственный университет имени Мечникова. Ординатуру проходили в не менее знаменитом научно-исследовательском медицинском центре Петрума. То есть были, так сказать, на переднем крае борьбы с онкологическими заболеваниями. Скажите, онкология это приговор? Онкология это не приговор. Это заболевание в настоящее время полноценно лечится. То есть человек, если узнал, что у него диагноз, падать оборох не надо? Конечно, нет. Обращаться нужно, дообследоваться и уже на основании этого решать, какое дальнейшее лечение в перспективе для данного пациента. А скажите, Родион Игоревич, какие должны быть первые признаки, чтобы насторожить человека и чтобы он обратился к врачу? Какие признаки должны насторожить? Это резкое похудание. Когда человек без каких-либо оснований начинает резко худеть. Тошнота, рвота, бледность кожных покровов, а иногда даже и желтушность кожных покровов. Также можно отнести к настороженности. Это рак яичка. К сожалению, контингент заболеваемых это молодые мужчины репродуктивного возраста от 16, наверное, до 40 лет. Чем коварно это заболевание? Хотелось в двух словах об этом рассказать. То, что это быстро прогрессирующий процесс. В чем преимущество этого вида онкологического заболевания? Это заболевание очень хорошо лечится. Если вовремя выявить, провести полноценное лечение, то можно сказать, что на 99,9% это заболевание излечивается полностью. Поэтому, если молодые парни пальпируют какие-то узловые образования в области мошонки, чувствуют какой-то дискомфорт, не нужно стесняться обращаться к врачу. Это принципиально важно, потому что это именно та зона, когда зачастую просто пациент стесняется обратиться, и потом, когда уже проблемы запущены, тогда уже, конечно, это заболевание лечить сложнее. Это не для запугивания, просто нужно обследовать себя самостоятельно. То же самое касается и молодых девушек. Очень часто встречается плотное образование в молочных железах. Мы пытаемся своих пациентов обучать именно самообследованию. В этом ничего сложного нет. Пальпировать самостоятельно молочные железы. Если есть какие-то подозрительные плотные образования, обратиться уже к квалифицированному специалисту. И это позволит на ранних этапах с этим покончить, можно сказать, навсегда. Система здравоохранения в нашей стране выстроена таким образом, что человек, даже если он заподобился, что у него рак, прежде чем попасть на консультацию к онкологу, он должен взять направление получить у терапевта. Почему? Потому что не факт, что у него рак. Если есть какие-то жалобы, те, которые мы перечислили, он изначально обращается к терапевту в поликлинику по месту жительства. Терапевт, в свою очередь, назначает тот минимум исследования, который позволяет ему предварительно поставить диагноз. И только после этого, если он считает нужным, что пациента нужно направить именно в профильное, в онкологическое учреждение, соответственно, дает направление, и дальше здесь мы уже им занимаемся. Ну вот вы сказали, что терапевт, да? Ну вот, может быть, у нас и грамотные специалисты работают в наших поликлиниках, я не спорю. Но часто бывает так, что врачи часто меняются, те же участковые. Где-то приходят молодые, неопытные. Где взять хорошего терапевта? Можно ли доверять заключению, которое дадут в поликлинике? Доверять мы можем всем заключениям. На самом деле, сложности в этой никакой нет. Не нужно быть терапевтом, квалифицированным онкологом. Есть азы, которые преподают еще в вузах. То есть, когда есть какое-то подозрение, ничего в этом сложного нет, направить в онкологическое учреждение. И мы уже на этапе нашей поликлиники, на амбулаторном этапе, уже сами отдифференцируем. Радим Игоревич, мы знаем, что человек, если подтвердился диагноз, рак, он, конечно, испытывает стресс. Ему страшно. И первая мысль, которая приходит, ему надо искать хороших специалистов. Ехать в Ставрополь, Краснодар, Ростов, а еще лучше в Москву или Санкт-Петербург. Скажите, пожалуйста, наш онкологический диспансер, насколько соответствует тем требованиям, которые предъявляет сегодня Министерство здравоохранения Российской Федерации? Те стандарты? Можно с уверенностью сказать, что после переезда в новый корпус у нас есть все необходимые возможности проводить полноценное лечение. А это говорит о том, что если все-таки у пациента поставлен диагноз онкология, ему нет необходимости ехать куда-то в центральную клинику, будь то Москва, Санкт-Петербург. Все можем сделать здесь у нас в условиях нашего диспансера. Вы сказали, вот в новом диспансере, а что поменялось? Квалификация врачей, новое оборудование, что изменилось? Конечно же, и врачи стали лучше. У нас достаточно молодой коллектив, молодые, амбициозные, и с каждым днем мы набираемся опыта. Это в первую очередь. Ну и, соответственно, те условия, которые мы имеем на сегодняшний день, тоже, конечно же, способствуют более качественному и дообследованию, и лечению. Не могли бы Вы пояснить более детально нашим зрителям, чтобы они поняли, о чем идет речь? Речь идет о том оборудовании, которое у нас имеется. У нас открылись с переездом новые отделения. До этого отдельно урологического отделения не существовало. Мы относились к отделению общей хирургии. Сейчас имеется отделение урологии на 12 коек. Также появилось отделение дистанционной лучевой терапии. То есть до этого в республике вообще лучевой терапии не было. С переездом этот метод лечения активно внедряется. И также имеется отделение гематологии. Его тоже не было до этого. И вот буквально еще даже месяца нет мы начали активно внедрять новый метод лечения. Ну, даже не сказать, что новый. Это, наверное, хороший, забытый старый метод лечения. Это фотодинамическая терапия. В частности, используем этот метод при опухолях мочевого пузыря и злокачественное образование кожи. Мы не случайно выбрали тему нашего разговора урологические заболевания. Потому что, как мы знаем, наших мужчин поднять и отправить в врачу очень сложно. А, как правило, они идут туда уже в крайних случаях, когда терпеть возможности больше нет. Так вот, что нового в урологии? Вы сказали, что новое урологическое отделение. Имеется соответствующее оборудование, которое позволяет проводить современные малоинвазивные методы лечения. Именно в кирургии есть лапароскопическая стойка, которая позволяет проводить эндоскопические операции по поводу заболеваний почек, мочеточников, мочевого пузыря, предстательной железы и других органов мочеполовой системы. Очень важный вопрос, я думаю, который волнует абсолютно всех. И эти услуги платные или бесплатные? Когда пациент приходит с направлением от терапевта по месту жительства, обращается в регистратуру, его записывают к профильному онкологу, будь то ангоминальный хирург-онколог, таракальный, уролог и так далее. Если необходимы какие-либо дообследования в виде компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, все исследования, которые пациент может пройти в условиях нашего диспансера, они будут абсолютно бесплатными. И все лекарства бесплатные? Касаемо бесплатных препаратов, медикаментов, могу привести свой личный пример, когда я только приехал из Петербурга, начинал свою деятельность здесь, в диспансере. До моего приезда пациенты приносили перчатки, различные медикаменты, пеленки. Это уже было так заведено, то есть медсестра автоматически это писала, а я это как-то не учитывал, не обращал на это внимания, и все-таки в итоге это все выяснилось, дошло до главврача, и я получил выговор из-за этого. То есть в нашем учреждении это принципиально. То есть позиция главврача, всех нас, чтобы пациент, который переступил порог онкологического диспансера, максимально проходил все исследования бесплатно. Лекарства соответствующие есть, даже дорогостоящие химиопрепараты, они на каждого пациента индивидуально заказываются, то есть здесь тоже никаких проблем мы не имеем. Радон Игоревич, во время горячей линии, когда мы говорили о вопросах здравоохранения нашей республики, было очень много звонков с благодарностью от наших телезрителей, которые проходили у вас обследование, лечились. Прямо вот много было хороших теплых слуг в адрес ваших коллег. Но, извините, была и критика. Люди говорили, что где-то и платно это все-таки было. И вот пример, один мужчина приводил, что он проходил лечение, не увлечилась жена в диспансере в нашем, потом они подошли в Краснодар, и ей сразу значительно стало лучше. Вот как бы вы прокомментировали это? Наверное, это очень актуальная и больная тема, касаемо оплаты, касаемо качества лечения в нашем диспансере. Я тоже слежу за социальными сетями, я вижу отзывы, когда сайт Минздрава выкладывает какую-либо информацию о нашем диспансере. Зачастую в комментариях, к сожалению, все-таки имеются негативные отзывы. Пытался разобраться в этом, и выяснилось, что те пациенты, которые получали лечение у нас в диспансере, они уходят с положительными отзывами. В основном информацию почему-то пишут те, кто никогда не сталкивался с нашим диспансером. Потом, когда выясняется, весь тот негатив, он был накоплен в других клиниках нашей республики. Когда уже вопрос касается именно онко-диспансера, то, конечно, они не знают, что у нас, какие новые методы, как мы лечим и так далее. Поэтому будем надеяться, что в ближайшем будущем все-таки будет больше положительных. Вообще, это мнение переломится, да? Я читала такое утверждение. Главный урок Минздоровой России говорит, что простатит – это несуществующее заболевание, то есть оно как бы существующее, но его можно поставить всего 1-2% мужчин, и то в исключительных случаях, и простатит в принципе лечится. Это не коварное заболевание. Так ли это? Да, это действительно так. Простатит прекрасно лечится. Но для нас, онкологов, принципиально важно, если у пациента имеются соответствующие жалобы в виде частых затрудненных мочеспусканий, боль в малом тазу. Наша основная задача онкологов – это именно дифференцировать более опасное заболевание для пациента – это рак пристательной железы. Для этого просто надо вовремя проходить анализ, обращаться к врачу, если что-то не так. Да, мы рекомендуем мужчинам старше 50 лет сдавать специфичный онкомаркер, даже его можно сказать условно-специфичным онкомаркером к раку пристательной железы. Почему условно? Потому что он может повышаться при любых патологических процессах пристательной железе, будь то простатит, аденома, она же доброкачественная гиперплазия пристательной железе, но и, собственно, рак. Если есть повышение, то это уже наша задача провести дифференцировку и определить, какое все же заболевание у данного пациента. А где человек может сдать эти онкомаркеры? Онкомаркер сдается по месту жительства в поликлинике. Просто пойти в обычную поликлинику и сдать онкомаркер? Скажите, а существует ли профилактика онкологических заболеваний? Может быть, это здоровый образ жизни, какие-то витамины, комплексы? Вот ваши рекомендации. Мы рекомендуем все же обращаться к врачам хотя бы раз в год. Делать профилактические исследования. Элементарно УЗИ брюшной полости малого таза, рентген грудной клетки и клинические анализы крови. Это позволит определить, здоров человек или нет. Здоровый образ жизни и профилактика онкозаболеваний, они сопряжены. Это безусловно. Наш образ жизни напрямую влияет на профилактику. А это питание, это активный образ жизни, физические, умеренные физические нагрузки. Это все способствует именно профилактике. Конечно, в настоящее время, на сегодняшний день в медицине неизвестна стопроцентная гарантия именно предугадать, может избежать онкологию. Но есть те элементарные, несложные меры, которые позволяют нам все-таки избежать. А если мы говорим о бурологических заболеваниях, именно для мужчин наших, вы можете что-то посоветовать? Да, имеются, конечно, советы. И лично я, наверное, ежедневно сталкиваюсь с этим, когда мужчины приходят с жалобами на проблемы с мочеиспусканием, с ректильной дисфункцией. И в итоге выясняется, когда мы дообследуем, что там проблема-то не такая серьезная, как казалось бы на первый взгляд. То есть элементарные способы – это соблюдение режима, соблюдение диеты. Зачастую мы рекомендуем все-таки постараться исключить из своего рациона полуфабрикаты, копченые продукты. Также рекомендуем мужчинам снизить, не исключить, а хотя бы снизить в своем рационе красное мясо. Это как? Это баранина, говядина, свинина, потому что проводились исследования, и было сказано, что все-таки красное мясо может провоцировать злокачественное образование предстоятельной железы. Поэтому рекомендуем все-таки в своем рационе больше уделять внимание мясу птицы, это индейка, это курица, также рыба. Ну и, соответственно, овощи, фрукты это должно быть всегда присутствовать. Ну а как же нам отказаться от говядины, от барана? Не отказаться, не отказаться. Снизить в рационе. То есть мы рекомендуем красное мясо не чаще одного-двух раз в неделю. Я думаю, это реально. И, конечно же, хотелось отметить о вредных привычках. Это тоже очень принципиально важно. Алкоголь и сигареты – это тот злой, так скажем, коктейль, который чаще всего и провоцирует онкологию. Да, их нельзя назвать прямыми факторами риска, но ключевыми точно. Потому что контингент пациентов наших, которые обращаются, и мы у них выявляем рак мочевого пузыря, можно с уверенностью сказать, что, наверное, 95% из них – курильщики, которые курят от 20 до 50 лет. Родион Игоревич, а как на заболевания раком влияет наследственность? Стоит ли чаще обращаться к врачам или как-то быть более, ну, может быть, тревожным людям, у которых в раду кто-то болеет? Да, если кто-то из скромных родственников страдал онкологией, отец, мать, то, конечно же, если нет никаких жалоб, то просто пройти элементарные исследования. Ну и, конечно, мы не можем поговорить о методах самолечения. Не секрет, что в интернете, в различных журналах, из уст, из уст передаются многочисленные такие рецепты, которые обязательно помогут человеку выздороветь. Чего наши люди только не пьют. И различные травы, и отвары, и бензин, ну, в общем, все, что угодно. Скажите, вот ваше мнение, как специалиста-онколога, эти способы помогают? Как врач я категорически против народной медицины. Именно касаемо онкологии, опять же, ежедневно с этим сталкиваемся. Чем люди только не лечат онкологию. Конечно, хотелось бы верить в лучшее, и хочется поверить в это. Но на самом деле онкологическая служба, если объективно смотреть на эту ситуацию, ее бы и не существовало, если бы все было так просто. Поэтому я рекомендую людям все-таки не обращаться к знахарям, к народной медицине, а именно обратиться к квалифицированному специалисту. Потому что, на мой взгляд, это позволит вовремя выявить заболевание, если оно есть, и правильно его излечить. В общем, вывод однозначный. Не надо заниматься самолечением, нужно лучше вовремя стать анализа и обратиться к врачу. Правильно? Да, это очень важно. Спасибо, Родион Игоревич, за ваши ответы. Я думаю, что наши зрители услышали их и примут во внимание, сделают правильные выводы. Редактор субтитров А.Семкин